На льду детская команда по следж-хоккею из Барнаула – «Воители». Образована была чуть больше года назад. Однако все эти ребята за столь короткий срок уже достигли определенных личных высот. И вот основные – стали самостоятельными, окрепли физически и научились дружить. Даже психологи заметили, что год пребывания в команде, ребята прям, у них отличия, очень капитальные отличия просматриваются. То есть у них возникло чувство такой солидарности, дружбы. В основном вот такие дети, одиночки, понимаете, что у меня. Следж-хоккей или хоккей на санях – это паралимпийский вид спорта. Доступен для людей с ДЦП и ампутациями. При этом накал спортивных страстей на льду, как в хоккее обычном, рассказал капитан воителей Влад Нартов. Очень жесткий, подходит не всем. По комфорту каждому свое. Комфортно ли сидеть в санях, бейчане попробовали сами. Отличие слэш-хоккея от обычного – только в экипировке. Передвигаются они на специальных санях, а в руках вместо одной клюшки две. Ими они не только ведут шайбу, но и отталкиваются. В Алтайском крае одним из инициаторов создания детской команды по адаптивному хоккею стал Дмитрий Удалов. Игрок команды футболистов и ампутантов «Динамо Алтай». Он и еще один тренер приехали в Бейск с более важной задачей, чем просто провести мастер-класс. Вот так вот. Не в лед, а под заклоном, да. Мы сюда приехали с одной лишь задачей – показать, что это такое, и привлечь чем больше детишек, чтобы они занимались этим видом спорта, чтобы у вас в Бейске тоже была целая команда. Чтобы у нас потом в дальнейшем составлялась сборная Алтайского края, куда мы могли выезжать на фестиваль или какие-то кубки. Соревнований в этом виде спорта сейчас проводится действительно много. Слэдж-хоккей в России на пике развития. В стране больше 70 детских команд. В отдельных регионах число доходит до шести, как в Татарстане или трех в Новосибирске. В Алтайском крае для развития этого вида спорта существуют перспективы. Хоккеем заниматься дорого, однако ребят поддерживают предприниматели и различные фонды, что делает материальный вклад родителей не таким большим. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и братарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Евгения Ижутова, Евгений Казанцев. Будни. Трус не играет в хоккей.